Всем привет! Как обычно, по вторникам я рассказываю про сериалы, которые точно достойны вашего внимания. Сегодня окунемся в криминальный мир. Вот подборка проектов, посвященных виртуозным ограблениям. Начнем с сериала, о котором сейчас говорят все. Бумажный дом лично меня привлек тем, что это непривычный английский или американский проект. Он снят в Испании. А это, как минимум, новые лица, своеобразная съемка и, конечно, несколько иная актерская игра. А теперь к сюжету. Загадочный человек по прозвищу Профессор собирает команду жуликов экстракласса, чтобы совершить дерзкое вооруженное проникновение в королевский монетный двор. Но цель грабителей вовсе не мешок денег. Они планируют напечатать почти 2,5 миллиарда евро за 11 дней. Что же из этого выйдет, расскажут 4 сезона сериала. О непростой женской доле расскажет сериал «Хорошие девочки». Примерная домохозяйка с четырьмя детьми, кассирша из гипермаркета и официантка из обычной забегаловки однажды решаются пересечь границы дозволенного и нарушить закон. Всему виной сложившиеся обстоятельства. Дочери одной из героинь срочно нужна пересадка почки. Другая боится после развода потерять дом. Третья нуждается в помощи дорогостоящего адвоката. Трио вооружается игрушечными пистолетами и отправляется грабить супермаркет. Естественно, в какой-то момент все идет не по плану. Сериал сочетает в себе элементы комедии, драмы и криминала. Смотрится легко и живо. В общем, отличный вариант на вечер. Поклонники Паттерианы точно оценят сериал «Большой куш», а все потому, что там снимается Руберт Гринт. Да, тот самый рыжий Рон Уизли. Правда, теперь он уже взрослый и готов пойти на самое настоящее ограбление. Двое его друзей тоже не прочь сорвать «Большой куш». В общем, история по мотивам ленты Гайя Ричи. Чувствуется его фирменный стиль. Герои идут на дело по наводке, но встречают совсем не то, что ожидали. Так они оказываются втянутыми в крупную опасную игру. Слинять уже не выйдет, так что придется выкручиваться. Любителям добротных британских сериалов и криминальных комедий этот проект точно понравится. Надеюсь, я обошлась без спойлеров. Ну а в четверг вспомним, что же выходило на этой неделе на больших экранах.